Всем привет, друзья! С вами Вула и на ваших экранах The Cycle Frontier. Как вы поняли из названия видео, я постараюсь вам рассказать о том, на что в своих начинаниях обратить внимание, когда вы только вступаете на землю Фортуны 3. Так что не будем тянуть моряков за стальные яйца, погнали! Занимайтесь квестами Делайте акцент на том, для чего вы идете в рейд. Если вы пошли выполнять квест, то и делайте его. Не отвлекайтесь на какую-то стрельбу рядом, или вы увидели врага и побежали за ним. Если вы идете делать квесты, то и идите. Я даже больше скажу. Если на вас выскочил противник, и после небольшой перестрелки вы с ним ушли за укрытие на перезарядку, развернулись и делайте ноги. Вы вначале будете бегать в белье. Поэтому шансов перестрелять противников будет сложно. Не говорю, что невозможно, я разваливал и фулт синих, будучи в белье. Но если у вас есть цель рейда, то не обращайте на другие факторы внимания. Потому что умерев в рейде, в большинстве своем, квест придется делать заново. Ибо большинство квестов просит приносить ресурсы. Идя в рейд, берите броню и шлем одной редкости, либо шлем на редкость выше, чем броник. Нет смысла брать в рейд зеленый броник и белый шлем. Урон в голову заметно выше, так что вы только зря будете тратить зеленый броник. Потому что как у брони и шлемов есть свой показатель брони, так и у оружия есть свой показатель бронепробития. Но о броне мы поговорим как-нибудь в другой раз. Не складируйте свою броню и шлема, если есть. Не бойтесь использовать их в рейде. Броня в игре очень раляет. Вплоть до того, что урон от оружия, у которого бронепробитие ниже вашей брони, может вообще не наноситься. Так же и с оружием. Берите лучшее, но не забывайте о его типе и используйте в зависимости от ситуации. Будучи с эпическим дробовиком, не стоит надеяться, что в дальнем бою вы перестреляете даже белую снайперку. Улучшайте убежище. В первую очередь акцентируйте внимание на расширении склада и вашего защищенного кармана. Лута в игре много, и складировать его нужно где-то. Если хотя бы ресурсы собираются в стаке, то броня, оружие и рюкзаки занимает целый слот. Такие вещи, как генераторы криптомарок или аурума, или ежедневный контейнер, прокачивайте только в том случае, если есть лишние ресурсы. Либо вам нужно перейти на другой уровень убежища, а потому что для перехода на другой уровень убежища нужна прокачка модулей. Качайте фракции. У фракций, кроме квестов, есть еще и магазины. В них можно покупать оружие, хилки и прочие предметы. А чтобы качать фракции быстрее, не только квестами, продавайте им предметы. За предметы разной редкости вы будете получать разное количество опыта фракций. В первую очередь я советую качать азерис, потому что у них есть хилки и очень хорошие стволы. Из предыдущего пункта в принципе выходит шестой. Не складируйте белые и зеленые ресурсы, потому что их на карте полно. А если они нужны вам для крафта, то имейте ввиду, что крафт в игре достаточно долгий. И пока нужный предмет будет крафтиться, то вы уже насобираете новых. Так что я лично оставляю один или два стака в зависимости от нужности и сложно добываемости предмета. А остатки продаю в магазин фракций, о чем рассказал в пятом пункте. Седьмой совет также выходит из предыдущего. Так как крафт занимает много времени, не забывайте ставить крафтиться предметы до похода в рейд. Ибо очень обидно будет отходить в рейде 30 минут, а потом вспомнить, что ты так и не поставил на крафт синий броник. Простой совет, но все же. Есть в игре задания, связанные с поставкой ресурсов в тайники на карте. Когда складируете ресурсы в тайник, не забывайте нажать на кнопку подтверждения, иначе квест не засчитается. И будете снова ходить из рейда в рейд закладывать ресурсы. А потом думать, а почему у меня не засчитывается квест? А кто-то будет проходить мимо и забирать эти ресурсы, потому что я лично всегда рассматриваю. Используйте свой безопасный карман по максимуму. Храните в нем все вещи, у которых нет веса. Карман имеет такую особенность, что он бездонный. То бишь, какое количество предметов, ключ, карт или денег вы туда не положили бы, количество слотов в нем не закончится. Это поможет разгрузить вам слоты в вашем основном складе. Используйте интерактивную карту для поиска интересующих вас ресурсов, тайников, стэши, закрытых дверей и прочего. Ссылку на карту я оставлю в описании. Со временем вы, конечно, уже будете знать, где что спавнится, где кто ходит, но поначалу это может вам помочь обосноваться в игре. Ну а на этом все, друзья. Как я и сказал, не собирался долго разглагольствовать, только самое важное и полезное для новичков. Так что, если вам понравилось это видео или оно было для вас полезным, поставьте лайк, колокольчик, а также подписывайтесь на Twitch или Trovo. И смотрите стримы там, где вам удобнее. Всем удачи, всем пока. Играйте только в хорошие игры. Субтитры сделал DimaTorzok